В оставшееся время мы как раз рассмотрим два варианта, как нам решать эти задачи со спасением человеческих жизней. И для начала мы не будем обращать внимание на то, что нам можно всего лишь 4 операции параллельно производить. А попробуем решить задачу в общем виде, когда цикл может быть любой длины. Соответственно, попробуем применить наш алгоритм Top Trading Cycles, который мы обсуждали в первой половине. И именно это и делают Ротсон Мессон Вер в 2004 году. И это первая статья, которая смотрит на рынок пересадки почек с точки зрения теории матчинга. И соответственно, они говорят следующее. У каждого донора, которого мы будем обозначать T, есть у каждого пациента T, есть свой донор K, K от слова kidney, слово почка. И они парами приходят на наш рынок. То есть, пациент у нас будет на рассмотрении, только если он нашел какого-то донора и к нам пришел. Каждый, для каждого пациента T и мы будем рассматривать все совместимые с ним почки из почек, пришедших на рынок. И это будет множество большой K от I. И каждый пациент будет иметь строгие предпочтения на множестве всех доступных, всех совместимых с ним почек. Плюс его почка, с которой он пришел, потому что он вольный ей распоряжаться как хочет. Плюс лист ожидания. И эти предпочтения мы будем обозначать P, так же как раньше, ничего не изменилось. И что такое лист ожидания? Лист ожидания — это в некотором смысле объект, на который тоже можно указывать, так же как на почку. Но если на одну почку, если одна почка в итоге может быть присвоена только одному агенту, то лист ожидания может быть присвоен множеству агентов. Потому что они просто встанут в этот лист ожидания и на этом все закончится. Соответственно, что такое матчинг в нашей новой модели? Мы от матчинга требуем следующее. Во-первых, каждый пациент в итоге либо получает какую-то совместимую почку, либо уходит из нашего алгоритма со своей почкой, либо встает в лист ожидания. И так же никакая почка не может быть пересажена больше, чем одному пациенту. И если мы теперь посмотрим на точно такого же, на граф, который построен с такой же интуицией, как раньше, только на нашей новой модели, то мы можем получить несколько так называемых объектов на этом графе. Мы можем получить циклы, которые обозначены здесь красным. Например, вот у нас есть такой большой цикл. Есть маленький цикл, где агент указывает на свою почку. Как мы видим, всегда, если почка пришла с каким-то агентом, то она указывает на него. Так же, как и раньше, дом указывал на своего хозяина. Это маленький цикл, это все еще цикл. И он говорит о том, что на данном этапе, если у нас на каком-то этапе образовался такой граф, десятый пациент, он просто забирает своего донора и уходит. Но теперь у нас еще есть так называемый лист ожидания W. И может случиться такое, что когда мы все циклы как-то разрешили, то в нашем графе не осталось ни одного цикла, потому что могут остаться только так называемые W-цепи. Это цепи из агентов, которые начинаются с какой-то почки и заканчиваются листом ожидания. В данном случае у нас есть три W-цепи. 5, 7 и W, 6, 7 и W и просто 8 W. Три цепи, мы видим, что они могут быть разной длины, они могут сливаться под конец, ничего нам не запрещает иметь такого типа цепи. Соответственно, раньше у нас не было таких цепей, теперь они появились, нам надо что-то с ними делать для того, чтобы применять алгоритм Top Trading Cycles, потому что во всем остальном интуиция сохраняется. У нас опять есть предпочтение по неделимым объектам, объекты указывают на своих хозяев, хозяева указывают на лучшие из доступных объектов, все то же самое, но теперь есть вот это W, и оно нам мешает. И авторы предлагают алгоритм, который они называют Top Trading Cycles and Chains, то есть TTC и Цепи, потому что у нас теперь есть Цепи. И каким образом он работает? Он работает точно таким же образом, то есть каждый агент указывает на лучшую почку, каждая почка указывает на своего владельца. Ну и если у агента нет лучшей почки, чем лист ожидания, то он указывает на лист ожидания. Мы строим граф, который у нас получался, пример этого графа, например, вот такой. Мы построили такой граф, и может так случиться, как я уже сказал ранее, что в этом графе не будет ни одного цикла, а просто будет куча-куча-куча цепей. Тогда дизайнер механизма должен выбрать какое-то правило выбора цепи, если вдруг такое произойдет. Ну и какие два правила приходят на ум? Первое правило — просто выбирай наибольшую цепь и присваивай по ходу этой цепи почки агентам. И важно, если мы, например, выбрали здесь цепь 5-7, потому что это две наибольших, мы выбрали любую из них, вот выбрали 5-7, то есть мы пациенту 5 пересаживаем почку 7, пациент 7 становится в лист ожидания, но у нас еще осталась почка 5, которая сейчас так называемый бесхозный дом, бесхозная почка. Нам важно, после того, как мы эту всю цепь присвоили, не убирать ее из рассмотрения, а заморозить. Потому что если мы ее не заморозим, то мы уберем эту почку тоже, а она может потом кому-то пригодиться. Именно это здесь и написано. Нам нужно выбрать наибольшую цепь, присвоить по движению этой цепи почки пациентам и оставить ее в нашем алгоритме. Что-что? Становится почка 7-го. Что значит становится почка 7-го? Допустим, когда 7-й пациент с 5-го пришел, с донором 5-го. Нет, 7-й пациент приходит с 7-м донором. Мы номера даем паре одни и те же. После того, как пересадили, 7-й пациент уходит в лист ожидания. На этом все заканчивается. Потому что для 7-го пациента из всех возможных почек лист ожидания лучше. Он не указывает на 5-ю почку, значит, ему эта 5-я почка нафиг не нужна. И что произойдет, когда мы замораживаем цепочку, но не убираем ее из рассмотрения? Например, вот мы выбрали 5-7, мы сказали, что 5-му пересадим 7-ю почку, 7-й отправится в лист ожидания, и 5-я почка останется у нас, на нее может кто-то указывать. Если на нее потом в следующих шагах кто-то укажет, то эта цепь, она просто удлинится. И то, что мы раньше фиксировали, останется фиксированным, но если она новая удлиненная цепь оказывается опять самой длинной из всех возможных, мы опять ее замораживаем и продолжаем в том же духе. Но когда мы сейчас заморозили первое, раз цепь 5-7, то пациент 6 больше не может указывать на седьмую почку, потому что седьмая почка уже пересажена пятому пациенту. Соответственно, вот эта пара, она должна указывать на что-то другое, и опять могут образоваться циклы, когда мы выбрали какую-то цепь и заморозили ее. Поэтому мы можем действовать согласно алгоритму топ-трейдинг-сайклс, то есть каждый раз, когда у нас есть циклы, мы их проворачиваем, следующий шаг, опять циклы проворачиваем, бац, нет циклов, только цепи. Применяем правила выбора цепи, замораживаем ее. Какие-то агенты, которые участвовали в этой цепи, которые не участвовали в этой цепи, но указывали на какие-то почки из этой цепи, они больше не могут на них указывать, они отрываются от этих цепей, опять могут образовывать циклы и так далее. Понятно ли, что сейчас было сказано или было слишком быстро? Простейший пример. Если мы выбрали эту цепь, шестой больше не может указывать сюда, шестой на следующем шаге указывает на себя, мы получаем самый простейший цикл, проворачиваем его и убираем их из рассмотрения. То есть раньше шестой был в цепи, на следующем шаге шестой был больше не в цепи, а в своем цикле маленьком. Именно так и будет действовать алгоритм, если мы выбрали цепь, если мы выбрали правило выбора цепи по длиннейшей цепи. Но мы можем придумать еще что-нибудь. Например, давайте возьмем всех агентов, опять, и выстроим их в ряд от лучшего к худшему. И скажем, теперь мы будем выбирать цепь не по длине, а по тому, с какого агента она начинается. То есть с наилучшего из возможных агентов она начинается, и мы выбираем именно эту цепь по нашему рейтингу. Понятно ли, как это работает? То есть, опять же, в данном случае, если мы номера присвоили согласно нашему рейтингу, то мы тут выберем точно цепь 5.7w, потому что она начинается с наименьшего номера из всех возможных. У нас одна цепь начинается с пятерки, одна с шестерки, одна с восьмерки, и пятерка наименьшая, поэтому мы выбираем именно 5.7w. Заметим, во-первых, что при таком правиле, при втором, когда у нас есть приоритет, нам никогда не надо кидать монетку, потому что у нас никогда не будет двух пар, двух пациентов с одинаковым приоритетом. Это уже неплохо. Но пока не очень понятно, почему первое правило лучше, чем второе, или наоборот. Это мы скоро выясним. Ну и ответ на вопрос, который я уже дал, зачем нам оставлять эти цепи, а не убирать, потому что изначальная почка, она оказывается бесхозной, и нам надо эту почку использовать, но если мы уберем цепи, то мы и почку уберем, этого делать не стоит. И то, как это работает, описано здесь, но я уже рассказал, как это работает. Если есть, строим первый шаг, если есть циклы, проворачиваем, получаем второй шаг, опять из циклы проворачиваем, нет циклов, используем правило, выбираем цепь, фиксируем ее, получаем, что какие-то агенты уже не могут указывать на почки этой цепи, они указывают на что-то другое, вдруг опять образовались какие-то циклы, проворачиваем, ну и так далее, до самого конца. Пока все агенты либо не получат какую-то почку, либо не встанут в лист ожидания. Тут это все описано. И теорема, которая в этой статье как раз панчлайн. Если мы выберем правило выбора цепи, которое учитывает приоритетный вот этот список, а не длину цепи, и будем оставлять, то есть будем оставлять эту цепь в нашем рассмотрении, потому что, как я сказал раньше, мы можем убирать эту цепь, можем оставлять, и нам полезно оставлять, чтобы изначальная почка осталась доступной, то тогда вот этот алгоритм top trading cycles and chains, он парадоэффективен и strategy proof. И понятно, что парадоэффективность у нас следует из парадоэффективности top trading cycle механизма, потому что он такой хороший, замечательный, но оставляя цепь замороженную, мы оставляем вот эту начальную почку, и мы сможем ее потом использовать. Это добавляет еще немножко эффективности нашему механизму, потому что мы используем все доступные почки, в принципе, которые у нас остались. Соответственно, из этого мы получаем парадоэффективность, если мы не убираем выбранную цепь, а strategy proofness мы получаем, потому что мы выбрали правила выбора цепи по приоритетному списку, а не по длине. Вопрос, что не так с правилом, когда мы убираем по длине? Ответ, механизм будет не strategy proof, то есть какой-то, мы можем придумать такой пример, когда при выборе, когда при выбору по длине какой-то агент захочет нам соврать и сделать себе лучше. Я такой пример придумал недавно, он не очень простой, может, у кого-то есть пример попроще. Ну да, но тут нужен конкретный пример. Я сейчас просто приведу этот, он несложный, он просто не то чтобы самый простой, который мог бы быть, поэтому я решил, что проще просто его привезти и все. Вот предположим, что у нас вот здесь вот есть наш лист ожидания, и в него указывают, слишком не влезет, один кружок это будет пара, пациент и донор. Та же, как и у нас раньше было, то есть тут почка, тут пациент, и он вот так вот указывает. Я буду вот эту конструкцию просто кружочком обозначать, чтобы не рисовать внутри этот указатель, и мы вот так вот наверх имеем цепочку из шести таких пар. Это первая цепь, потом есть еще одна цепь, всего из двух пар, и здесь есть еще две пары, и первая из них указывает на вторую, а вот здесь вот стоим мы. Мы пациент, который вот стоит здесь. Здесь наша почка, она указывает на нас, а вот тут мы стоим. И в нашем рейтинге вот эта почка первая, лучше из оставшихся, а вот эта почка на втором месте из оставшихся. Соответственно, если мы встанем, и мы знаем, что если мы встанем вот сюда, то вот эту цепочку заморозят, и этот агент больше не сможет указывать на эту почку, потому что она будет присвоена вот этому агенту, и он тогда укажет на свою почку и уйдет. Соответственно, мы не получим ни эту почку, ни эту. И зная все вот это, мы немножко подумав и посмотрев на то, что происходит, просто указываем на нашу вторую почку, получаем самую длинную цепь, нас выбирают, и мы получаем вторую почку. То есть, если бы мы говорили правду, мы бы не получили ни первую, ни вторую, а соврав мы получили вторую, мы сделали себе лучше и обманули механизм. Именно из этого следует, что вот это правило выбора длиннейшей цепи, оно плохое, оно убивает нашу strategy proofness. Понятен ли пример? Я пока не буду стирать, но он не очень простой, но и не очень сложный. Очень простой был бы, если там было бы меньше пар, но я не знаю, как сделать с меньшим количеством. Ну, наверное, тут можно немножко удалить здесь, но это не важно. Соответственно, мы решили задачу, когда нам не важно, сколько пар в цикле у нас есть, может быть, хоть миллион пар в цикле, мы все равно этот цикл провернем, сделаем 2 миллиона операций одновременно и спасем миллион жизней. Но, как мы помним, в реальной жизни пока мало достижимо проворачивание цикла, длина которого больше, чем 2. И та публикация была 2004 года, а те же самые авторы Ротсен Месси и Унвера в 2005 году публикуют следующую статью, где они говорят, хорошо, пусть мы только попарные пересадки можем делать. Допустим, некоторые вещи. Первое. В первом приближении каждый агент, ему неважно, какую допустимую почку ему пересадит. Главное, да, ну, недопустимо, совместимо. Главное, чтобы эта почка была совместима и чтобы не умер. Здесь у нас был рейтинг строгий. Сейчас предположим, что просто он смотрит на почку и говорит, хочу пересадить, не хочу. Как я уже говорил, не более чем двух пересадок, не более чем две пересадки одновременно должны происходить, то есть циклы только длины 2 могут прокручиваться. И у нас нету никакого листа ожидания, то есть просто пришли агенты, мы как-то их спасли или не спасли, какие-то пары выбрали и на этом все закончилось. То есть мы смотрим довольно простой вариант и попробуем понять, можно ли с ним что-то сделать для того, чтобы в реальной жизни уже внедрять какие-то алгоритмы. И опять у нас будет множество пациентов n и теперь мы можем пользоваться терминами из теории графов, а именно сказать, что у нас есть матрица смежности r такая, что вот это у нас есть матрица смежности и на и той строке и на житом столбце у нас стоит единичка, если пара i, то есть пациент и донор i, и пара j, пациент и донор j, они доступны для перекрестной пересадки. То есть этот донор совместим с этим пациентом, а этот донор совместим с этим пациентом. Ну и ноль иначе. Мы получаем мы получаем нашу матрицу, заметим, тут не очень хорошо получилось, но предположим, что это вот чуть выше диагонали, а если мы возьмем где-то здесь i, то на диагонали у нас всегда будут стоять нули, потому что если пара совместима, она просто не приходит, там и все. То есть если на диагонали стоит единичка, то она совместима сама с собой, но таких пар у нас нет. Мы получаем, соответственно, симметричную матрицу смежности, которая просто нам сдает граф. И мы с этим графом будем искать хорошие парасочетания. Это как раз первый раз, когда у нас в полном смысле есть парасочетания на графах. Есть очень полезная лемма, которая, к сожалению, не выполняется, если мы чуть-чуть усложним нашу задачу, но при ограничениях, которые доступны, при которых сейчас доступны пересадки, есть очень полезный факт. Если мы возьмем все парэтоэффективные матчинги, а именно матчинги, которые спасают наибольшее количество жизней, то в любом из них количество спасенных людей будет одинаковое. То есть, если мы выбираем какой-то один самый хороший матчинг, а не другой самый хороший матчинг, то мы спасаем столько же людей, сколько убиваем. Соответственно, выбирать между парэтоэффективными матчингами по метрике количество спасенных людей нам нельзя. Нам надо как-то более внимательно смотреть на то, какой матчинг хороший, а какой не очень. Соответственно, как раз убийство одного пациента будет компенсироваться спасением жизни ровно одного пациента и наоборот. Но эта лема не будет выполняться, если мы, например, разрешим циклы длины 3. И мы рассмотрим два механизма. Один из них очень простой, интуитивный, но он плохой. Хотя с точки зрения матчинга он хороший, он такой же хороший, как и второй, но с точки зрения психологии он довольно плохой. Потому что это механизм, это механизм приоритета. Опять же, мы постоянно говорим про эти приоритеты, и в данном случае мы тоже будем эти приоритеты использовать. Что довольно понятно. Он работает следующим образом. Предположим, у вас уже есть все эти пары, у вас есть матрица смежности, то есть у вас есть граф. на этом графе вы можете найти множество вообще всех возможных матчингов в принципе. Вы берете множество всех этих возможных матчингов, потом берете всех агентов и выстраиваете их от лучшего к худшему каким-то образом. И говорите, на первом шаге я выбираю только те матчинки, которые спасают первого агента, самого лучшего. на втором шаге из всех из этих выбранных мною на предыдущем шаге матчингов я выбираю только те, которые спасают второго агента. И так далее. Если на каком-то шаге, на катом шаге у нас нет ни одного матчинга, который спасает катого агента, то вы просто ничего не выкидываете и переходите на шаг следующий. Механизм хороший с точки зрения матчинга. Это мы в самом конце скажем, но тут нету никаких, не может быть никаких разночтений, потому что он спасает максимальное количество людей, так как он парэтоэффективный, и все парэтоэффективные спасают одно и то же количество людей, но он согласно какому-то рейтингу выбирает того, кого спасти, а кого не спасти. То есть соврать вам не выгодно соврать, если вы соврете, вы никак этот рейтинг не измените, и вы не увеличите свои шансы быть спасенными. Соответственно, если вам этот рейтинг сказали, то вам все равно лучше участвовать, чем нет, потому что а вдруг мне повезет, и в итоге матч хороший будет, и меня спасут. Но с точки зрения психологии это довольно плохо, потому что если я приду и мне скажут, вот смотрите, вы к нам пришли, вы согласились, и вы сейчас на сотом месте из ста, или на пятидесятом месте из ста, то вы скажете, а какого фига, а почему я не на первом, почему я хуже, чем он. Объяснить это будет очень сложно. Хотя механизм очень простой, и думать над ним не надо для того, чтобы его применять, вот, четыре строчки, три с половиной. Соответственно, для того, чтобы в реальной жизни что-то применять, нам надо внести какой-то какой-то социалистический флер в это во все, и придумать что-то связанное с равенством. И авторы, как раз усыпившись за эту идею, говорят, хорошо, давайте попробуем внести это равенство в механизм. И предложили следующую идею. Назвали этот механизм эгалитарным или механизм равенства, и сказали, хорошо, вот у нас есть множество матчингов, которые про это эффективны. То есть они спасают максимальное количество людей, но мы не знаем, какое из них выбрать, потому что они все спасают одно и то же количество людей, и непонятно, какой лучше, какой хуже. Строить всякие рейтинги это очень плохо, народ будет отказываться, непонятно. Тогда давайте выберем какую-то лотерею на этих матчингах, а именно присвоим каждому из них вероятность того, что он выпадет в итоге, и эту лотерею мы выберем таким образом, чтобы самые неудачливые пациенты имели наибольшую вероятность быть спасенными в итоге. Что такое неудачливые, мы сейчас поговорим. Но с точки зрения именно логики понятно, что имеется в виду. Раньше у тебя не было понятия неудачливый или удачливый до того, как тебе сказали рейтинг, а потом тебе сказали рейтинг, и ты сразу понял. У тебя уже нет никакой вероятности быть спасенным с точки зрения какой-то справедливости, потому что с какой стати я неудачливый. Я неудачливый не по каким-то объективным причинам, а потому что мне просто поставили в конец. В нашем случае мы будем все-таки говорить о неудаче по объективным причинам, а не по рандомайзеру в самом начале. Так, что же такое неудачливый пациент? Неудачливый пациент это в некотором смысле пациент, у которого донор мало кому нужен. То есть представим, что у нас есть вот это множество агентов, и мы взяли все паретоэффективные матчинги, и какой-то из этих агентов во всех паретоэффективных матчингах спасен. Это значит, что его донор всегда кому-то нужен, иначе он не был бы спасен. Соответственно, никто не запрещает следующего случая, когда в каком-то из паретоэффективных матчингов конкретный агент не спасен. Это значит, что вот в этом случае его донор никому не был нужен, все сами справились без его донора, и поэтому этот пациент умер. Соответственно, он в некотором смысле не очень везучий, потому что если мы возьмем лотерею на множестве всех паретоэффективных, есть вероятность не ноль, что он умрет в конце. И мы воспользуемся вот этой логикой невезучести. В данном случае невезучесть никак не связана ни с какими рейтингами, ни с чем. Невезучесть, она исходит исключительно из строения нашего рынка, из строения графа, из того, что вот ты привел донора, но он не очень хороший, как оказалось. Тут ничего с точки зрения механизма дизайнер сделать для тебя не может. И мы посмотрим, мы рассмотрим, как этот механизм заработает на примере, и мы не будем полностью его конструировать, потому что там еще есть некоторый довольно сложный шаг, мы ей только интуицию покажем. На примере, вот у нас есть вот такой граф, который задан как раз матрицей смежности, то есть ребро проведено между теми парами, которые можно использовать в качестве перекрестной пересадки. Если мы посмотрим на все возможные эффективные матчинги в этом графе, то есть все возможные эффективный матчинг, это мы должны выбрать какое-то ребро и больше этих агентов не касаться, то есть эти ребра мы больше выбирать не можем, соответственно, мы должны выбрать множество ребер, которые не имеют общих вершин. Это и будет наш матчинг. И эффективный матчинг тот, который спасет наибольшее количество людей. Если мы возьмем все такие эффективные матчинги и выберем всех агентов, которые хотя бы в одном из них не спасены, то мы получим вот это множество агентов. Это легко заметить на этом графе, потому что, во-первых, если мы посмотрим на вот эти вот компоненты связанности, входящие только в NU, NU от слова under demanded, недостаточный спрос на их доноров, то во всех компонентах связанности количество агентов у нас будет нечетное, а в нечетной компоненте связанности, например, здесь всегда один агент умирает. Ну и то же самое там, о том, что происходит с другими агентами, мы сейчас поговорим. Но если мы так сделаем, то мы получим, что только агенты из NU являются так называемыми неудачниками, потому что они с какой-то вероятностью умрут. Все остальные точно всегда выживут. Почему? Обозначим всех агентов, которые являются непосредственными соседями наших неудачников, агентами из множества NO или N over demanded, то есть на них повышенный спрос. Ведь они способны спасти кого-то, кто когда-то может быть не спасен. То есть, например, этот агент, он может и этого неудачника спасти, и этого неудачника спасти, но если он этого спасает, то этот умирает. То есть этот агент испытывает повышенный спрос на своего донора. А всех остальных мы скажем, что они NP, то есть perfectly matched, и они никакую полезность, кроме того, что они спасают агентов внутри NP нам принести не могут. Соответственно, все агенты из NP, они просто сами с собой каким-то образом всех спасают, и мы их выкидываем из нашего алгоритма, и больше нам они не интересны. Нам важно спасти агентов отсюда, потому что они могут быть не спасены когда-то. и присвоить такие вероятности нашим матчингам, чтобы они были максимально довольны. Максимально возможны, чтобы они выжили в итоге, они бы сказали, хорошо, я буду участвовать. Понятно ли, что тут имелось в виду? И очевидно, что для любого графа мы можем разделить всех агентов на точно такие же три множества. Мы берем граф, берем все проэтоэффективные матчинги, выбираем всех агентов, которые не выживают хотя бы в одном из них, это NU. Берем всех их соседей, то есть те, которые соединены непосредственно с кем-то из них ребрами, это NO, все остальные NP. Так можно делать с любым графом, например, с этим. Теперь мы проведем такой мысленный эксперимент. Ну хорошо, пусть вот мы уже каким-то образом каких-то агентов из NU спасли, и у нас остались агенты из каких-то компонент связанности. Вот, например, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а вот там вот эти все спасены. Возьмем мы эти компоненты связанности и запишем в наше множество J каллиграфическое. И потом посмотрим на соседей, потому что соседи это единственный шанс для агентов спастись. И выберем какое-то множество соседей. И обозначим какое-то множество соседей, обозначим его за I большое, и потом возьмем всех соседей, которые являются соседями вот к нашим элементам из J большого. Например, если I будет равно NO, то есть мы взяли вообще всех соседей, а J каллиграфическое это вот эти четыре компоненты связанности, то когда мы берем соседей наших компонентов связанности, то мы убираем только вот этих двух соседей, потому что они являются соседями наших четырех. Это будет C. И теперь вопрос, а какова верхняя граница для вероятности спастись для агентов из вот этого J каллиграфического. И я долго томить не буду, потому что это не очень простой вопрос, но ответ на него следующий. И он написан здесь. Что это такое? Тут много всего написано, но в чем смысл? Давайте посмотрим на то, как устроены соседи. Тут видно, что если у нас есть какое-то количество компонентов связанности, которые мы выбрали, и количество соседей равно этому количеству компонентов связанности, то вообще все спасутся. Ну, например, мы берем раз, два, три, четыре компоненты связанности, а здесь три соседа, извиняюсь, берем вот эти раз, два, три компоненты связанности, вот наши три правых. Сколько у них соседей из НО? Раз сосед, два сосед, три сосед, правильно? Этот сосед спасает этого агента, они спасаются вдвоем, этот сосед спасает этого агента уже в новой компоненте связанности, они спасаются вдвоем, этот сосед спасает этого агента, эти спасаются вдвоем, и эти спасаются вдвоем, все спасены. И это будет верно, если у нас количество компонентов связанности равно количеству соседей, или соседей вообще больше? Но соседей больше не может быть по тому, как мы искали этих соседей. Компоненты связанности — это между J и I. Компоненты связанности — это если вы возьмете NU и обрубите все ребра, которые выходят из NU. А, внутри? Да, да, да. И вы получите вот в данном случае у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь компонентов связанности в NU. Соответственно, если мы имеем количество соседей такое же, как количество компонентов связанности в нашем J каллиграфическом, то все спасутся, и нам это неинтересно. То есть мы смотрим на случай, когда количество соседей меньше, чем компонент связанности. Тогда вопрос, какое количество агентов не спасутся? Мы смотрим на количество компонент связанности, вот, например, возьмем вот эти четыре компоненты связности. У них всего два соседа, и эти два соседа могут спасти только двоих соседей здесь. Либо вот этого, вот этого, да, либо вот этого, вот этого, либо вот этого, вот этого, но каких-то двух. Соответственно, количество не спасенных агентов будет равно количеству компонент связности, который мы выбрали, тут j каллиграфическое, похоже на tau, но будем считать, что это j. Минус количество соседей. Да, количество соседей. c от j, да? Понятно почему. Это множество… криво написано, но будем считать, что все понятно. Это множество, которое красиво написано вот здесь, это число. Это число всех агентов, которые точно не спасутся. Соответственно, какова наибольшая вероятность для меня спастись? Всего агентов, которые могут не спастись, это все агенты из наших компонент связности из NU. То есть вот это множество агентов. Мы взяли каждую компоненту связности и объединили всех агентов вообще из нашего j каллиграфического. То есть это множество вообще всех агентов, которые могут не спастись. Это множество всех агентов, которые точно не спасутся. Значит, наибольшая вероятность мне спастись — это это минус это делить на исходное количество. — Понятно ли почему? — Да. — В последнем случае, получается, сколько… — В последнем это каком? — Ну вот, когда мы вот этих левых брали. — Четыре. — И четыре мы брали. Не шесть, да, а четыре? — Нет, четыре компонента связности. Шесть агентов. — А. Почему это четыре? — Ну вот, треугольник — это одна, и тут поодиночке. Если мы все вот эти ребра разрежем, то у нас получится раз, два, три, четыре. — А, все понятно. То есть один элемент одинокий — это одна компонента? — Это тоже компонента связности, да, конечно. — То есть у нас здесь получается четыре минус два, то есть два. — Нет, у нас получается, если мы возьмем только вот эти три компонента связности, то у нас получается всего три агента, то есть вот это будет тройкой, а вот это будет двойкой. — Нет, это будет одиничкой, это будет одиничкой, потому что вот это будет тройкой, правильно, тоже. — Да. — А вот это будет двойкой, поэтому вот это будет одиничкой, поэтому будет три минус один делить на три. — А если мы добавим еще тот треугольник? — Да, если мы добавим еще тот треугольник, то ничего не изменится. нигде ничего не изменится но drop изменится но потом когда мы приметем ее к правильному виду ничего не изменится нам сократим общий все по джей вот это вот это вы имеете все по джей это мы берем все компоненты связанности которые мы выбрали в нашем джей каллиграфическом ей и считаем количество агентов в них всех да то есть то есть джей если джей каллиграфическое тут это шесть да 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 то есть это главная идея в этом всем то есть мы смотрим на максимальную вероятность спастись для неудачных агентов неудачливых агентов это все что нужно понимать для того чтобы применить следующий алгоритм для начала что мы сделали мы убрали всех агентов которые так perfectly match нам с ними делать нечего они ничего нам ни с чем нам помочь не могут они просто выживают и все мы их убираем потом мы ищем такое джей и значит изначальная ай мы делаем равное n0 и но то есть изначальное множество потенциальных соседей это все вообще соседи потому что мы только начали и мы ищем по всем возможным набором компонент связанности и zen you такой набор каллиграфической джей который минимизирует вот это f то есть максимальная вероятность спастись для этих агентов будет минимально то есть мы надо нам надо им помочь максимально надо им помочь потому что не самые неудачливые мы хотим помочь максимально если мы сделаем эту процедуру на нашем графе то получится что вот этого джей каллиграфическая который минимизирует это f это именно вот эти четыре компоненты связанности и как уже было замечено f для них равно 2 2 3 что мы делаем потом потом мы говорим все это самые неудачливые агенты они нуждаются в этих соседях мы закрепляем эти соседи этих соседей за ними и больше их не рассматриваем в нашем и соответственно наше новое и это н ноль н о минус вот эти два соседа то есть оставшиеся два соседа и мы опять делаем то же самое мы смотрим на все возможные комбинации заставшийся компонент связанности и zen you с новыми потенциальными соседями а именно двумя оставшимися соседями и ищем и минимизируем f если мы опять это сделаем то окажется что надо включить все три если мы посчитаем f для всех трех то получим что тут 11 агентов 3 компоненты связанности 2 соседа получаем 10 11 нашего графа все закончится закончено чем мы делаем теперь мы сказали что вот это f это максимальная вероятность спастись поэтому мы теперь берем всех агентов из красного прямоугольника из множества leon you то есть вот этих вот шестерих агентов и говорим тебе будет вероятность спасти две-третьи тебе две-третьи тебе две-третьи и всем вот этим две трети а всем агентов всем агентом из синего 3 Success и н и и заню говорим вам всем будет вероятно спасти 1011 то есть мы максимальную вероятность им заем и такую лотерею выбираем Возникает вопрос, мы же лотерею все-таки выбрали не на множестве агентов, а на множестве матчингов. И как бы так выбрать правильно лотерею на множестве матчингов, чтобы именно такие вероятности появились на агентах? И это тот шаг, который мы не будем разбирать, но это чисто технический шаг. Авторы показывают, как строить правильную лотерею, чтобы именно такие вероятности в итоге появились у агентов. На этом все заканчивается. Да. Понятно ли, как это все произошло? В чем смысл? Можно еще? Да. То есть мы перебираем такое, как множество, можно сказать? Ну, да. В общем, округляем, чтобы была минимальная R. Да. То есть, например, что если мы возьмем все, то там получается больше, поэтому нам все не подходит в сравнении с краской. Да, именно так. После этого, когда мы находим такой, мы его выкизываем и дальше проводим аналогичную процедуру поиска. И теоретически могло быть так, что нам сразу все не подошли бы, а сначала мы бы какую-то половинку тоже отрезали. Если бы там вероятность, сказал бы, меньше, чем 10-11. Да, 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 могло быть такое. У нас тут два шага, может быть, гораздо больше шагов. Да. Да. Да, а вот потом я не понял, что есть тогда лотерея. Да, лотерея изначально это лотерея на множестве всех эффективных матчингов. То есть мы говорим, вот у нас есть такой эффективный матчинг, который выбирает такие-то ребра. Мы ему присылаем вероятность. У нас есть такой-то эффективный матчинг, мы ему присылаем другую вероятность. И мы выбираем лотерею, соответственно, это распределение вероятности на всех эффективных матчинках. То есть сумма всех этих вероятностей должна быть единицей, каждая из них должна быть больше либо равна нулю, ну или больше нуля. Понятно. Это и есть лотерея. В данном случае мы говорим про вероятности не для конкретного эффективного матчинга, а вероятность быть заматченным для конкретного агента. Это другая вероятность, это не то же самое. Но если нам дали конкретную лотерею, то мы можем посчитать вероятность быть заматченным для конкретного агента. Потому что, ну, хорошо, у нас есть лотерея, пусть у нас есть три эффективных матчинга, и первый агент спасен вот здесь, не спасен вот здесь и спасен вот здесь. Например. И мы берем лотерею, которая говорит вот здесь 1 треть, вот здесь 1 треть, вот здесь 1 треть. Какова вероятность у первого агента спастись при такой лотерее? 2 трети. Первый агент спасен здесь с вероятностью 1 треть, он спасен здесь с вероятностью 1 треть, а здесь он не спасен с вероятностью 1 треть. То есть первый агент при такой лотерее спасен с вероятностью 2 трети. Лотерея — это распределение вероятности на всех парадоэффективных матчингов. Да, но она выбирает после того, как применен механизм, а не до. Лотерея — это несимметричная монетка с таким количеством рёбер, ну, граней. Такой несимметричный кубик. Ну, очень многогранный кубик. Не обязательно симметричный, в данном случае. Да, 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 не обязательно симметричный, да. Но в данном случае симметричный вообще не обязательно. Понятно, да? То есть для любой лотереи, для любого агента мы можем посчитать вероятность того, что этот агент спасется. И тут мы уже оперируем как раз этими вероятностями, что он спасется, а не исходными вероятностями в лотерее. Соответственно, когда мы нашли вот эти вероятности, которые должны получить каждый из агентов, мы должны построить обратно нашу лотерею. Это тот шаг, который я тут не буду обсуждать, но он чисто технический. Вот. Понятно ли, что произошло и зачем вот это? Ну, и все. На этом это, на мой взгляд, довольно круто. И он... Авторы как раз доказывают, что на самом деле оба механизма и механизм приоритета, когда мы вот мы отбирали матчинги по очереди все, сужая, сужая, сужая наш выбор. И механизм такой более сложный, но гораздо более приятный для участников, механизм равенства. Они оба не только про это эффективны, но еще и strategy proof. А что такое strategy proof в нашем контексте? В нашем контексте мы говорим, что вот этот каждый из агентов, он может проверить почки на совместимость, но это конфиденциальная информация. То есть я как дизайнер механизмов, я могу не знать весь набор твоих совместимых почек. И этот механизм говорит агенту, расскажи весь набор, потому что я в стратегических целях могу выдать неполную информацию, сказать, вот только он со мной совместим, если механизм какой-то плохой, то я смогу его обмануть, наверное, таким действием, и сказать, и заставить его меня спасти, хотя в противном случае он бы меня не спас. При таких механизмах я с радостью готов раскрыть максимальное количество совместимых со мной почек. И более того, если у меня так случилось вдруг внезапно, есть более чем один доступный донор, который я могу с собой привести, я готов представить весь список доступных доноров, чтобы дизайнер механизма выбрал наилучшего из них, который спасет большее количество потенциальных людей. Мне ничто не может помешать сказать правду, а выражаясь лучше, наоборот, меня заставляет говорить правду конструкция этих двух механизмов. То есть с точки зрения матчинга, теории матчинга, они вообще неотличимы. Но, как мы только что поняли, когда человеку предлагают первый, он будет отказываться гораздо чаще, чем когда ему предлагают второй. Второй объяснить сложнее, но если объяснить чисто интуитивно, как в самом-самом начале мы сказали, то только словами, то, конечно, второй кажется гораздо более предпочтительнее, чем первый. На этом мы заканчиваем сам мини-курс обсуждения этого всего. Пару слов по поводу того, что было сделано после. Это запустило большую литературу. Например, те же самые авторы потом смотрели, хорошо, а что мы можем сделать, если все-таки разрешим циклы длины 3 и не более того? Как у нас изменится эффективность на нашем рынке пересадки почек? Или что будет, если у нас появятся какие-то добрые самолетяне, которые приходят без пациента, и просто говорят, я люблю людей, я отдаю свою почку, делайте с ней что хотите, что надо с ней делать? Или как, это самая важная проблема, как все-таки заставить пары, которые совместимы, к нам приходить? Потому что если мы помним самый первый пример, если у нас есть совместимая пара O-донор и A-пациент, они к нам не придут, но они могли бы нам помочь, потому что O-донор, он очень-очень важный. И тут есть следующее наблюдение, которое они привозят, и которое, в принципе, можно использовать. Это наблюдение положительное для нас, как для дизайнеров, механизма, и оно отрицательное для всех остальных людей. Оно состоит в следующем. Если вам повезло, если вам сначала не повезло, и у вас отказала почка, а потом вам повезло, и вам пересадили совместимую почку, то с огромной вероятностью через 10 лет вам все равно надо будет пересадить еще одну. К сожалению, это так работает в современной медицине. И тогда мы можем сделать следующее. Мы скажем, если вдруг у вас есть совместимый донор, вы все-таки к нам приходите. Если это реально будет так, у вас он по-настоящему совместим, то мы дадим вам некоторый промоушен через 10 лет. То есть, если у вас счастье совместимый донор, это не значит, что через 10 лет он будет. То есть, есть вероятность того, что через 10 лет вам надо будет опять в этом во всем участвовать. Но мы вам дадим некоторый бонус и поднимем вас в нашем механизме, поднимем ваш приоритет через 10 лет. Это может поднять количество совместимых пар в нашем механизме, в нашем рынке с нуля до какого-то ненулевого значения. Ну и многое, многое, многое другое. Например, совсем недавно к нам приезжал, ими я сейчас не вспомню, но, естественно, профессор из Стэнфорда, и он рассказывал, как матчинг почек можно делать в динамике. У него есть некоторая тоже модель на эту тему. И это до сих пор развивается, потому что есть огромное количество нюансов, которые надо учитывать в этих механизмах. И никакого финального самого лучшего решения еще придумано не было. На этом все. Большое спасибо.